Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 декабря, день Юрия и Егория Зимнего, память о священном храме великомученика Георгия в Киеве. Родители Георгия были христианами, воспитывали сына в вере и благочестии, прекрасно проявив себя, он находился на военной службе. Во время гонений на христиан Григорий раздал имущество бедным людям и открыто заявил, что является христианином. Был подвергнут многочисленным пыткам перед смертью Георгий, перекрестил статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. В народе этот день называли днем Юрия Холодного, Юрия Зимнего и Егориев день. Сегодня следовало окончательно раздать все имеющиеся долги, чтобы всю жизнь в должниках не ходить. И можно было крестьянам перейти от одного хозяина к другому. Этот обычай был отменен Борисом Годуновым. Но фраза «вот тебе бабушка и Юрий в день» осталась в народе, означая упущенную возможность. Время было очень холодное, потому забивали двери войлоком или рогожей, а также конопатили погреба и окна, чтобы защититься от сильных морозов. Народ отправлялся к колодцам послушать воду. Если вода сегодня была тихой и без волнений, то зима будет теплой, без метели и морозов. И если же со дна колодца слышался шум и гул, то зима будет морозной, с вьюгами и метелями. Если сегодня собирались в дальнюю дорогу, то обязательно заказывали молебен в церкви. Святого Григория считали защитником домашних животных. Ему молились о безопасности и здоровье скота. Были распространены различные обряды. Например, сегодня бросали уголь в воду, а потом несколько угольков относили в сараи, где находились домашние звери и птицы, чтобы защитить их от диких животных. Приметы. Если на Егория, Егория зимнего, выпадает много снега, то на Егория весеннего, это 6 мая, будет уже трава. Если на Егория деревья покрываются инием, это к теплу. Если сегодня вечерняя зоря быстро перегорает, к оттепели. Устойчивым и тем в течение всего дня будет раннее роение пчел. Сегодня выпал иней хорошему рожаю. Вот это вот кожура. Оказывается, в кожуре, кожуру вообще не надо выбрасывать. В кожуре у нас масса микроэлементов. Именно те, которые дают крепость и скелету, и зубам, и волосам, и коже. Поэтому с вот этой вот наружной оболочкой... То есть вымыть и... Так, ну, может, надо было и сварить с ней? Лучше всего, знаете, как сделать? Кожуру очистить, потом её высушить и на кофемолочке перемолоть. И вот потом уже добавлять и в суп, или ещё куда-то там добавлять, для того, чтобы обогащать наш организм микроэлементами. Далее, вот смотрите, вот теперь уже идёт мякоть. Мякоть у нас как раз способствует тому, что это мягкая клетчатка, которая будет великолепно работать по перистальтике, значит, по всасыванию лишних шлаков, потому что здесь она жёлтенькая каротин, и вообще жёлтый цвет нам укрепляет печень, способствует желчоотделению и даёт энергетику. Дальше идёт вот эта мякоть. Мякоть тоже не выбрасывать. Ну, перейдём к семенам. В семенах сосредотачивается, можно сказать, энергия жизни, которая должна дать рост этой же тыкве. Поэтому, когда мы её будем употреблять, что получается? В первую очередь она стимулирует потенцию, как у мужчин и женщин. Далее, интересно, и в тыкве, и в семенах тыкви содержится особое вещество, которое изгоняет листу и паразитов. То есть мы будем сейчас супик есть, и тем самым очистить свой организм от разного рода паразитов. А эти паразиты у каждого живут? Как понять, что пришла пора есть тыкву? В этом смысле, эти семечки. Как только начинается у нас сезон тыквы, так мы все, значит, и едем. Более того, мужчинам очень полезно для того, чтобы у них предстательная железа была в порядке, ежедневно съедать от 10 до 20 зёрнышек вот этих вот тыквы, причём сырых, сами очищайте и съедайте. Если они будут какие-то жареные, засоленные и так далее, у них потеряется вот это вот энергетическое начало, и они ничего не окажут, то, что должны оказать. Кстати, и ещё, видите, вот эта попка, а существует у нас стебелёчек. Стебелёчек тоже обладает очень полезными свойствами. Значит, обладает как раз вот эта вот часть, вот эта вот часть, из-за того, что здесь много микроэлементов, калия тыква обладает, кожура тыквы, мочегонным действием. А вот эта вот вещь ещё более сильным действием будет способствовать тому, что даже и камушки будут раздроблять в различных там, в жёлчном пузыре, в бочевом пузыре, в почках. В ней вообще жить можно. В ней можно, если вообще обладает тыкву, то в ней вообще можно будет жить. Проросшая пшеница, мы её будем добавлять уже в блендер? Да. Или чуть-чуть вы хотите, чтобы она подварилась? Нет. Нет, в любом случае, если мы её подварим, это всё равно, чтобы мы ничего туда не добавили. Нам она нужна уже в блендере, перемешается, измельчится, и мы тут её как раз и съедим. Пока варится тыква, пока готовится основа для тыквенового крем-супа, давайте напомним, что мы взяли. Тыкву, чеснок, лук, имбирь. Имбирь. Секретное оружие в виде прорушенной пшеницы находится рядом. Есть ещё сливки, которые мы добавим после того, как взобьём всё это дело. Вопрос соли, специй. Здесь вопрос вкуса. Если мы хотим солить, лучше всего солить слоевищами морской капусты, которая сухая, мы её перемелим, и делать такую соль. Обыкновенную соль не надо использовать, потому что она будет, как бы сказать, удерживать воду внутри нас. А это у нас? А это у нас кинзочка. Кинзочка. Её надо помыть, не надо помыть. Её помоем? Ну, давай. И корешки мы туда положим? Можно корешки положить. И они у нас взобьются, и прекрасно. Тыква сочетается прекрасно с мясом. Отварную куриную грудку можно. Те, кто тяжело трудится. Слушайте, а знаете, как вкусно ещё делать тыкву? Мы просто её поджариваем или в духовке. Послушайте. А потом едим с соусом из кинзы. Ну, чего хочешь. Кинза, масло, чеснок, лимон. Кто что любит. И просто вот этим соусом поливается эта вот тыква. Всё у нас кипит. Мы берём ложечку. Вот. Блендер сюда. Хорошо, что он снимается. Это мы вот так вот. Просто-напросто. Так, значит, сюда добавим. Уже всё готово. Два. Три. И вот тут, наверное, имеет значение, сколько воды будет. Если воды будет много, может, он слишком жидкий будет. Мотор. Давай один вот так попробуем. А другой мы сделаем со сливками. Пожалуйста. Добавим сливки. Все сливки добавим? Нет, все много. Все много. Да, на другой объём. Вот. Хорошо. Вот так вот. Теперь это мы. О, какой цвет другой, смотрите. Угу. Несколько. Блину. Ну что-с. Добавим зелени. Добавлю. Для красоты. О, я что-то, мне кажется, со сливками начну. Хорошо. Со сливками так, со сливками. Я тогда этот попробую. Угу. Ну что, пробуем. Пробуем. Итак. Она звалась... Крем-как. Крем-как. Крем-суп. 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 Ой, у меня очень вкусно. У меня островатый. С чего бы это? Давайте попробовать. С имбиря? Да, с имбиря. А здесь куда имбир делся? Наверное, мы его хорошенько перемололи. Ну-ка. Да? Да. Оно? Оно? Мы голосуем за крем-суп со сливками и, конечно же, с пророчечной пшеницей. Красиво. Вот. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Приливная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных сред. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и моложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу. Пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовое блюдо добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14-й лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!